Саудовская Аравия у нас сегодня. Вообще сейчас Саудовская Аравия проходит через очень интересный этап, на котором она активно подписывает контракты с ведущими мировыми футболистами. Согласитесь, всегда, во все времена люди хотели хлеба и зрелищ. Римляне хотели видеть на арене Спартака, испанцы хотели бои быков, а саудиты хотят Криштиану Роналду, но не только Криштиану Роналду. Чего вообще в целом саудиты собираются достичь в результате своей трансферной политики? И кого вообще мы увидим в ближайшее время в саудовских клубах? Роналду, Бензема, Канте, Роберто Фермино. Ну и, конечно, самый дорогой недавний трансфер в истории PSG, переход Неймара в Аль-Хилляль. Еще саудиты совсем недавно прикупили себе барахтающиеся на дне английской премьер лиги Newcastle United, который уже через сезон попал в топ-5 клубов Англии. Имеет смысл задаться вопросом, для чего Саудовская Аравия тратит столько денег на футбол? И пока я не начал разбирать эту тему более детально, хочу напомнить, что я был в Newcastle, был возле стадиона Newcastle, даже купил там себе шарфик. Но был я там не из-за футбольных матчей, а по причине посещения университета Newcastle. И если вам интересна учеба в Великобритании или любых других странах, заходите ко мне на второй канал Smaps Education, там я рассказываю про зарубежное образование. И, конечно, в описании под роликом будут полезные линки, включая сайт и контакты. Итак, Саудовская Аравия, она стремится вообще в целом развить свою экономику и обеспечить свое финансовое будущее за счет различных отраслей. Источником дохода страны в течение длительного времени были продажи нефти, конечно же. Ну и страна понимает, что такая зависимость не является устойчивой перспективой. Поэтому они активно ищут способы диверсификации экономики. Спорт, и в частности футбол, является одной из областей, на которую представители Саудовской Аравии делают ставку. Они стремятся развивать свою собственную индустрию развлечений и развлекательных мероприятий. Особенно учитывая огромный интерес своего молодого населения к футболу. Саудовская Аравия занимает лидирующие позиции во популярности футбола в регионе. И они видят в этом потенциал для развития туризма в стране. Саудиты смотрели на опыт Арабских Эмират. Не только положительный, но и отрицательный. Вы слышали что-нибудь об Эмиратской футбольной лиге? Я лично не слышал и не видел, хотя был там много раз. А вот саудиты хотят, чтобы об их футбольной лиге знали по всему миру. И они уже наводят шорох. Футбол это реклама. И с помощью футбола Саудовская Аравия будет рекламировать саму себя. Но такой подход тут же вызвал опасения у европейских клубов. Которые могут столкнуться с усилением конкуренции за талантливых игроков. И возможно потерять свои ключевые составы. Мы видим, что многие мировые звезды уезжают из Европы в Азию. США. И теперь еще на Ближний Восток. Тут же понеслись проблемы. Саудовская Аравия сталкивается с обвинениями международных правозащитных организаций в том, что она использует программы спортивной пропаганды для отвлечения внимания от проблем с правами человека в стране. Представляете такое себе? Всегда откуда-то вылазят эти компании. Пропагандисты. Amnesty International Human Rights Watch обвинили Саудовскую Аравию в трате огромных сумм на развлекательные и спортивные мероприятия с целью улучшить свою репутацию. В своем докладе за 2022 год Human Rights Watch отметила, что несмотря на объявления некоторых реформ, репрессии и нарушения прав человека продолжаются. Ставя препятствия на пути к прогрессу. Представляете? В Саудовской Аравии ставят препятствия на пути к прогрессу. Следующий шаг после популяризации футбола в стране – проведение чемпионата мира в 2030 году. Сравнивая это начинание с аналогичными шагами Китая, в прошлом можно увидеть параллели. Китай также активно вложился в футбол, но позже столкнулся с изменением взглядов и правилами, контролирующими количество иностранных игроков в китайской суперлиге. Саудовская Аравия обладает большими финансовыми возможностями и может отнестись к своему стремлению в развитии футбольной индустрии в более долгосрочной перспективе. Тут у нас подъехала информация от Sky Sport News. В следующие пять лет Саудовская Аравия планирует привлечь в свою футбольную лигу около ста ведущих иностранных игроков. Представляете себе? Для Саудовской Аравии это начало долгосрочного процесса, направленного на укрепление своего статуса в мире через развитие футбольной индустрии. Ну и, конечно, демонстрацию сильного международного присутствия. Криштиано Роналдо был главной мировой футбольной звездой, перешедшей в Саудовскую Аравию. Затем клубы пытались привлечь и действующего чемпиона мира Лионеля Месси. С невероятным предложением по зарплате в полтора миллиарда долларов за три года. Но Месси отказался и пришел к Бэхаму в Интер Майами, согласившись на зарплату в 10 раз меньше. Тем не менее, саудовские клубы не сдаются. В этом сезоне в их лиге заиграли бывшие футболисты Челси, Реала, Ливерпуля, Ювентуса и ряда других европейских топ-клубов. Мохаммед Хамди, эксперт по футболу на Ближнем Востоке и бывший директор футбольного клуба Аль-Джазира в Абу-Даби, подчеркнул, что у страны нет проблем с привлечением топовых талантов. Что же касается саудовской инфраструктуры. Ресурсы позволяют провести чемпионат мира и добиться успешных результатов, как это произошло в Катаре. По словам того же эксперта, это долгосрочная стратегия, в рамках которой Саудовская Аравия может привлечь телевизионные контракты, средства массовой информации, спонсорства и больше туристов в страну. О туристах я поговорю чуть позже. Этот же эксперт подчеркивает, что не только звездные игроки привлекательны для этой страны, но и молодые таланты, которые готовы сделать первый шаг в саудовских футбольных клубах. Итак, этим летом стало очевидным, что саудовские клубы становятся сильными игроками на трансферном рынке. Игроки, которые казались недоступными для перехода, теперь проявляют серьезный интерес к этим клубам. Например, Саудовская Аравия связывалась с Сонхэммином из Тоттенхэма, но Тоттенхэм заявил, что игрок не продается. Саудовские клубы соперничают на футбольном рынке за приобретение талантливых игроков с самими Ливерпулем, Барселоной и Манчестером Юнайтед. Кто бы мог вообще такое себе представить какие-нибудь 20 лет назад. Более того, ходит слушок, что тот же Челси пытается решить свои финансовые проблемы благодаря большим тратам Саудовской Аравии. Тем самым пытаясь продать пачкой своих игроков в те же саудовские клубы. Ну и сразу же всяким там Европейским Союзом и топ-менеджерам начало это не нравиться. Ну и так далее. Всякие там схемки, нечестные деньги и т.д. и т.п. конфликты интересов. Но это уже другая история. Важно. На сегодняшний день Саудовская Аравия может похвастаться стадионами, которыми она располагает и которые уже привлекают великих мировых футболистов. Международный стадион имени короля Фахда был построен в начале 1980-х и официально открыт в 1987 году. Старенький, да? Но за прошедшие годы здесь провели реконструкции и изменили вместимость. Сейчас стадион могут посетить более 70 тысяч зрителей, что делает его одним из крупнейших стадионов. Следующий спортивный комплекс имени еще одного короля. Абдаллы в Джиде крупный, современный, вместительный. Около 60 тысяч зрителей. И тут мы перешли к туристам. Ребята, тоже очень интересная тема. В начале июня Саудовская Аравия заключила многомиллионный контракт с американской компанией Habitas. Или Habitas. Habitas, Habitas. Неважно. Чем она известна? Вы все слышали, конечно же, про фестиваль Burning Man. Так вот, Habitas один из организаторов этого фестиваля в Неваде. Burning Man привлекает участников со всего мира, превращая пустыню Невады в креативный город. Я, кстати, в Неваде был. Там проходят концерты, выставки и вечеринки. Отличительная черта фестиваля – свободная атмосфера, где нет строгих правил. Так вот, Саудовская Аравия со своим ландшафтом просто идеально подходит под локацию для Burning Man. Согласны? Я согласен. А Habitas? Что будет делать там? Как вы думаете? Habitas вообще позиционирует себя как поставщик роскошного жилья для туристов. В том числе и уникальные кемпинги класса люкс. Так вот, уже заключен контракт на сумму 400 миллионов долларов. То есть там будут строиться обалденные кемпинги, отели и прочее. И вообще все это делается не просто так. Все это делается в рамках программы Vision 2030. Главными целями этой программы является увеличить вклад туризма в национальный доход с 3% до 10%. Создать миллион рабочих мест в сфере туризма. Стать главным центром паломничества мусульман. И увеличивать турпоток в два раза ежегодно. А к 2030 году добиться цифры в 100 миллионов ежегодных туристов. А на чем все эти туристы будут летать? И где они все будут жить? Еще раз спросите вы меня. Отели все включено. Будут? Спросят те, кто привык отдыхать в Турции. Отвечаю. Страна запускает новую авиакомпанию Riat Air. Также заключаются контракты с поставщиками бортов. В смысле самолета. Боинги, Airbus и вот это вот все. Уже заключены сделки с Хилтоном, Хаятом, Акором. Это сети отелей, кто не знает. Футболисты, ребята, это не единственная достопримечательность, в которую вкладываются саудиты. Помимо них здесь еще появятся возродившиеся из запущения 6 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Появится огромный торгово-развлекательный центр будущего The Mook Up. И целый ряд курортов вдоль 120-километрового побережья Красного моря, включая специально обустроенную гавань для яхт. Если вы думаете, что все, что делает Саудовская Аравия, это бред, в прошлом году лондонский World Travel and Tourism Council посчитал, что Саудовская Аравия обладает самым быстрорастущим туристическим сектором на всем Ближнем Востоке. А к 2025 году ожидается, что страна привлечет на 40% больше туристов со всего мира, чем туристически развитый Дубай. Как тебе такое, Илон Маск? Кстати, Саудиты активно сотрудничают с Маском, но об этом уже другая история. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok